Тигр Муравей Муравей самый сильный, видите? Так, кто-то из зала подсказывает тигр. Ну хорошо, давайте мы посмотрим. Вот посмотрите назад. Кого вы здесь видите? Слона, да? Большой слон. Видите, больше, чем машина. Слон может поднять вес, который больше, чем он в два раза. То есть слон может поднять на себе два слона, можно так сказать. Но если взять другое животное, давайте посмотрим дальше. Кто это знаете? Мавпа. Ну это горилла. Горилла может поднять вес, который тяжелее ее в 10 раз. Представляете? Да. И можем посмотреть дальше, видите? Горилла, да, держит маленького горельчонка. Но может поднять вес больше, чем в 10 раз. Больше, чем слон. Ну а давайте еще на одно животное посмотрим. Это гепард. Давайте еще дальше увидим слайд. Вот видите, как он бежит? Он не может поднять тяжелый вес, но может бежать со скоростью 110 км в час. Вот вы едете на велосипеде. Вот если эту скорость умножить в три раза, в три раза быстрее, чем вы едете на велосипеде, то это получится 110 км в час. Представляете, какая большая скорость? Ну а давайте посмотрим на еще одно сильное животное. Эдик сказал, кто самый сильный? Муравей. Муравей, да, муравей. Он может поднять вес, который больше его в 50 раз. Представляете? Такой тяжелый вес. Вот видите, он маленький, а тянет такой большой листочек. Но есть еще более сильный зверь. Лев, да. Ну это жук, а имя у него такое интересное, необычное. Его называют жук-навозник. Видите, он что-то скатал. Там какой-то клубочек и тащит его. Вот этот жук может поднять вес, который или тянуть больше, чем он в несколько сотен раз. Представляете? Так какой зверь самый сильный? Лев, слон или муравей? Жук, да. Да. Ну, каждый зверь, он силен, можно сказать, в зависимости от того, какую он имеет массу, какие возможности. Каждый зверь обладает силой. Но мы видим, что не всегда большой зверь, самый сильный, маленький, хотя имеет маленькую массу, маленькую силу, но может иметь большие возможности. Я вот вам расскажу одну историю про одного мальчика, Васю. Вася был, жил в семье с сестренкой, а сестре его было всего несколько месяцев. Папа их уехал далеко, вот, и они остались сами с мамой дома. И мама просила Васю, чтобы он помогал ей дома. Помыть посуду, убрать дома, поскладывать книги, свои игрушки. У вас дома есть книги, игрушки? Есть, да? Вы складываете их, когда идете, да? У вас в комнате порядок всегда. Видите, вы молодцы. Помогаете мыть посуду родителям. Так, уже не так уверенно, да? Ну, подрастете, будете помогать, кто младше. И вот мама просила, Вася уже был постарше мальчиком, Вася, помой посуду, убери в комнате. И Вася говорил, о, мама, у меня нету силы это делать. Но целый день он мог ездить на велосипеде, и у него хватало силы. Целый день он мог играть в мяч, и у него хватало силы. А убрать в комнате не хватало силы. Как вы думаете, почему ему не хватало силы убрать в комнате? Что он? Не хотел просто. А что, если человек не хочет, у него не хватает силы, или как? Оказывается, если хочет, тогда сила что? Есть, да. А если не хочет, тогда силы что? И нету. И так продолжалось один день, другой день. Вася мог целый день играть в мяч, быть на улице, бегать. А когда нужно было дома что-то сделать, у него силы что? Силы не хватало, да. Хотя он был крепким мальчиком. И вот однажды, уже вечером, когда мама пришла с работы, она была уставшая, посуда снова была не помытая, в комнате было не убрано. И мама ничего не говорила Вася и начала что делать? Начала сама убирать, сама мыть. И Вася заметил, что мама какая-то грустная в этот день. Когда он подошел к ней, на глазах ее он видел слезы. Почему мама плакала, как вы думаете? Из-за того, что мальчик что? Не послушался, да. Она была уставшая, целый день работала. И она думала, что придет и Вася уберет, но он не убрал. И ей было что? Ей было больно, ей было тяжело, да. И она плакала, что ее мальчик не слушает. Когда Вася посмотрел на маму и увидел, что она плачет, ему стало как-то больно. Бывает у вас так, что когда вы делаете что-то не то или не делаете то, что вам родители говорят, вам потом как-то так неловко. Бывает так? Бывает, да? А что хочется потом, когда вы ощущаете вот это вот? Что сделать? Убрать, да. И когда Вася увидел, что мама расстроена, он сказал, мама, я сейчас все сделаю. Он начал убирать, начал мыть что? Посуду, да, начал помогать по дому. И затем, последующие дни, он успевал и кататься на велосипеде, и что? И убирать, да. И играть в мяч, и что делать? И мыть, да, и мыть посуду. Вася успевал. У него хватало силы. А почему хватало силы? Потому что появилось желание. А почему желание появилось? Потому что он любил свою маму и хотел ей что сделать? И хотел что? Хотел сделать ей приятное, да? Вот. Пусть Бог благословит вас. Хотя вы маленькие, но у вас есть сила, как у муравья. Вот. Муравей что? Может тянуть листик такой, да? Вы можете помочь дома что-то сделать, на улице, может быть. помочь своим родителям. И сделать это для того, чтобы им было приятно. И у вас будет еще больше сил. У вас еще будет больше желания делать добро и помогать своей семье. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!